Началась вторая неделя украинского контрнаступления, и уже стала появляться информация о первых успехах. Так, вчера стало известно о освобождении первых населённых пунктах Запорожской области. Силами 68-й егерской бригады, 35-й бригады морской пехоты, 59-й механизированной бригады и отдельного батальона «Арей» удалось освободить Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаревку, что зафиксировано на видео. Также заявляется о освобождении Макаровки, и что бои уже идут за Старомайорское. Но подтверждений кадрами этого пока нет, хотя вероятно это действительно так, ибо в сёлах выше войска чувствуют себя довольно спокойно, и похоже, что линия фронта отодвинута достаточно. Что интересно, освобождение произошло благодаря слаженному действию малых пехотных групп, о чём сообщают бойцы. А пленные россияне заявляют, что ждали массированного удара бронетехникой и не были готовы к такой тактике. Для предотвращения и осложнения дальнейшего продвижения украинских войск, россияне взорвали плотину на реке Мокрые Ялы. Или вернее сказать, плотина крайне удачно саморазрушилась, как раз навстречу украинского наступления, в нужном месте и времени. Бывает же такое. В то же время россияне публикуют новые кадры подбитой украинской техники, среди которых, как обычно, есть кадры подбитой техники ранее, просто снятые с других ракурсов, но в этот раз хотя бы без уничтоженной сельхозтехники, такой как комбайны под видом танков «Леопард». Но также присутствует и новая подбитая техника. Тут особенно болезненна потеря машин разминирования, что является довольно ограниченным ресурсом. Хотя стоит сказать, что похоже и украинская сторона понемногу выходит из режима молчания и публикуют кадры уничтожения российских колонн. Судя по всему, точным и дальнобойным оружием, таким как «Хаймерс» или снарядами «Экскалибур», ибо кадры напоминают рекламные ролики этого оружия, где в колонии уничтожается первая и последняя машина для её блокировки, а потом все остальные. Также в тылу россиян происходят взрывы на логистических маршрутах, как с помощью дальнобойных ракет, таких как Storm Shadow, так и с помощью взрывчатки на железной дороге. Все это ставит российское командование перед сложным вопросом, а где же все-таки украинцы нанесут основной удар, и куда направить резервы, в большинстве которые, впрочем, уже перешли в движение. Тем не менее, очевидно, что основные силы ЗСУ еще не задействованы. Так мы пока не видели на фронте ни танков Challenger, ни БТР Striker или БМП Marder и CV-90, не говоря уже о многочисленных польских танков ПТ-91. Помимо растянутого Южного фронта, российские командиры озабочены атаком ЗСУ в Бахмуте, где каждый день украинские войска продвигаются на сотни метров по флангам, и на юге даже пересекли канал Северский Донец-Донбасс, а на севере подошли вплотную к трассе F-03. А еще постоянные вылазки в Белгородской области вынуждают перебрасывать туда дополнительные силы. Сегодня там, кстати, сошел с рельс очередной товарный поезд. Спасибо за просмотр! Поддерживайте канал и видео лайками, комментариями, желательно адекватными и не забывайте подписываться!